Вопрос по регрессникам решился. С завтрашнего дня органы санэпидконтроля смогут выдавать характеристики рабочего места. То есть люди, получившие инвалидность на работе, смогут доказать свое профессиональное заболевание и получить компенсацию от работодателей. Шахтеры-инвалиды уже полгода не могут оформить регрессные выплаты, так как Минздрав отменил правила расследования профзаболеваний. Без них органы СС не могут составлять характеристику рабочего места с вредными или опасными условиями труда. Без этой характеристики горникам предлагали только инвалидность на общих основаниях с пособием от государства. Оно в разы меньше, чем компенсации, которой должен платить работодатель. Выходить с проверками на частные предприятия СС не может. Шахтеры требовали справедливости. И сегодня прошла видеоконференция с участием Генпрокуратуры, Комитета санэпидконтроля и Главного санврача области. Пока не приняты новые правила, решили выдавать характеристики рабочего места по сведениям, предоставленным работодателям. В областном департаменте санэпидконтроля надеются на честность работодателей. Говорят, что это временная мера, новые правила разрабатываются. Запросы госоргана работодателю для составления санэпидхарактеристики не имеют признаки проверки или профилактического контроля. Не предполагает принятие мер в отношении субъектов предпринимательства. Предоставление работодателям материалов для санэпидхарактеристики обеспечивает реализацию прав работника на получение достоверной и полной информации. Предусмотренной статьей 22 Трудового кодекса и статьей 77 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. В поселке Шахан разрешился вопрос подключения домов к центральному отоплению. Неподъемные для большей части населения суммы за подведение тепла было решено разбить на ежемесячные платежи, которые они будут выплачивать около 7 лет. Напомним, что жителям некоторых домов подключение к центральному отоплению обойдется в 500 тысяч тенге. Несколько недель назад на центральную площадь Шахана вышли сотни возмущенных жителей поселка. Люди жаловались, что оплатить почти полмиллиона тенге за подключение они не могут. При этом стопроцентную оплату внести нужно было до конца мая. В итоге было решено, что подключение многоэтажных домов будет производиться через Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ. По расчетам ежемесячный платеж с квартиры составит порядка 5-6 тысяч тенге. Для участия в программе требуется согласие 70% собственников квартир в доме. Напомним, что в эксплуатацию долгожданную котельную в поселке Шахан власти обещают ввести в сентябре этого года. Ее строительство бюджету обошлось почти в 2 миллиарда тенге. До этого центрального отопления в Шахане не было больше 20 лет. Все эти годы пищи в квартирах были вынуждены топить даже жители верхних этажей. В поселке имеется 116 многоэтажных домов. Из них 21 дом, который имеется в внутренней разводкой сетей, которые получают типоснажение от автономной системы отопления. Эти дома будут в первую очередь включены. Сейчас рассматривается в рамках программы модернизации ЖКХ выделение средств с областного бюджета. И каждым жильцом дома будет отрабатываться согласие для участия в этой программе. Поэтому предварительно сейчас у нас имеется согласие от 30 домов, которые в первую очередь готовы в этом году подключиться. Тариф на центральное отопление будет таким же, как в Шахтинске. Котельную после сдачи объекта планируется передать на баланс Шахтинской ТЭЦ. Всего в Шахане из 116 многоэтажек отапливаются модульными котельными 21. В них для перехода на центральное отопление нужно установить только элеватор, поэтому затраты небольшие. В остальных же стоимость подключения к теплу варьируется в зависимости от этажности дома от 100 до 500 тысяч деньги с квартиры.